Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент. Доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Евгений Копейн. С нами на прямой связи сегодня журналист Иван Сурвила. Здравствуйте, Иван. Добрый день. Телефон на прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните. Звоните также из-за рубежа код Латвии плюс 371 и пишите в WhatsApp 230-6191. Ну вот когда я готовился к интервью, я прочитал, что первые, если я не ошибаюсь, несколько недель своей жизни вы провели на аппарате искусственной вентиляции легких. То есть вот это та история, которую вы, скорее всего, не помните, но стала актуальна в связи с пандемией COVID-19. Действительно был у вас такой эпизод в жизни? Был такой эпизод. Я, правда, ничего не помню, потому что был маленький. Но да, какое-то время я провел на ИЗЛ. Но тем не менее, вот сегодня, когда разворачивается пандемия, следите за этой историей как журналист или это вне, скажем так, ваших интересов, учитывая, что вы специализируетесь на интервью в основном? Ну, вне, к сожалению, невозможно всей этой истории находиться, потому что она влияет на все, на жизнь, на работу, на интервью, на разговоры с людьми. И самое главное, что почти никто ничего не смотрит, то есть ничего не смотрит контента, который не посвящен пандемии или странно-вирусу. То есть вы столкнулись с тем, что падают просмотры на темах, которые не связаны с COVID-19? Ну да, да. Да, да. И, скажем так, должен быть некий определенный склад ума, чтобы в это верить. Мне кажется, просто чем-то очень неестественным и непонятным. Вы начали свою карьеру, во всяком случае, насколько я могу судить, может быть, это такой субъективный взгляд. Вы стали брать интервью в медиаперсон, в первую очередь, у журналистов, известных журналистов. Вот сегодня анализирую работу СМИ и отдельных конкретных персонажей российской действительности. Вот как вы считаете, насколько грамотно и качественно освещает тема COVID-19 в России? Ох, я не очень люблю судить коллег. Мне кажется, то, что я читаю, там все довольно грамотно. Но самое главное то, что все правила, они на самом деле очень простые, если мы говорим про практические. Практически. И не то, чтобы им супертрудно следовать. Вот. А если мы говорим про какое-то там освещение, типа, что будет дальше? Тут, опять же, весь вопрос к ученым или к специалистам, которые понимают, как их програвируют. А журналисты, они же только передают их слова? Ну, журналисты ведь, если мы посмотрим на тех фигур, с которыми вы брали интервью, они часто не только передают слова, они уже являются лидерами мнений. И здесь интересно, как раз вы сказали о том, что не любите судить коллег, но мы наблюдаем настоящие баталии, которые разворачиваются на медиаполе. Это Уткин, например, Соловьев, Владимир Познер, который Соловьева не называет по фамилии и так далее и тому подобное. То есть, все это можно наблюдать. Вот насколько это такой допустимый, как вы считаете, вариант общения между коллегами, когда они, ну, скажем так, относятся друг к другу не очень хорошо? Не, ну, конечно, это допустимый вариант, потому что, когда ты журналист, это не предстоит быть человеком. Я все равно остаюсь в каких-то личной симпатии, антипатии и так далее. Другое дело, что я, как журналист, лично стараюсь никогда не высказывать, там, максимально не антипатию, не симпатию, потому что просто не хочу обижать людей. Ну, вот вы, кстати, когда брали интервью у депутата Госдумы Виталия Милонова, который, кстати, также был гостем программы «Абонент доступен» не так давно, вы задавали ему вопрос о том, что вот вам 20 лет и 20 лет Путину власти вы сказали. Судя по вашей интонации, опять же, я могу только догадываться, но я поняла, что вы считаете, что сменяемость власти все-таки должна быть. Это так или нет? Потому что конкретно вы не сказали, тем не менее в вопросе, как мне казалось, вот была заложена эта, ну, не знаю, ваша позиция, быть может. Мне кажется, сменяемость власти должна быть, безусловно. Так. Вы считаете, что Россия, она нужна в ближайшее время? Или, на ваш взгляд, все-таки сейчас... Можно подождать. Да, можно замереть в этом положении. Мне кажется, если уж говорить совсем честно, что все наши обнуждения вот этого не имеют никакого смысла. Потому что, ну, скажу я там, что да, Россия надо в ближайшее время, чтобы менялась власть. Или скажу я, нет, пожалуйста, пускай Путин еще будет в власти. Но мне даже все никак не повлияет на то, будет он или не будет. Но в то же время ведь журналистика и журналисты, это, как известно, вода камень точит. И если мы будем задумываться на тему, что наше слово ничего не изменит, то зачем вообще заниматься тем, чем мы занимаемся? Вот не согласны с этой точкой зрения? Нет, я согласен. А если мы говорим про то, почему занимаюсь журналистикой, у меня есть такой очень четкий ответ. Мы все-таки пошли немножко в политику, это не совсем журналистика, и политическая журналистика, и не совсем отцепление журналистики. Но ведь канал Rush Today, на котором вы в том числе работаете, он в какой-то степени, возможно, вы не согласитесь, но помогает Путину оставаться у власти и держать там свои какие-то рейтинги? Ну, может быть. Я, я правда, работаю с Rush Today, ну, проектно, но где-то когда перешел, меня очень сильно критиковали за то, что вот, как так можно работать на кроваводный режим и так далее. А у меня очень простая точка зрения. Ты можешь работать где угодно, на любом СМИ, там, не знаю, на любые деньги и так далее. Главное, если делать хороший продукт, который помогает людям. Ну, здесь ведь тоже, я понимаю, оппонентов ваших, которые говорят о том, что можно Ленни Риффеншталя рассматривать с двух сторон как хорошего режиссера, который снимал гениальное кино и заложил во многом какие-то жанровые такие классические каноны. С другой стороны, она работала на популяризации того самого лидера, которого сейчас вспоминать, в общем-то, даже не очень прилично. Соответственно, вот это все-таки компромисс с совестью и какое-то оправдание. Или нет? Вот как вы это считаете для себя? Мне кажется, что, конечно, ну, то есть, некая вот эта черта, она есть, ну, даже в том плане, чтобы кто-то никогда не пойдет работать на, не знаю, там, так называемые гос.СМИ или там пропагандистские СМИ, потому что некоторые люди считают, что вот даже это неприемлемо. Потому что у меня, может быть, эта черта, она немножко ниже. Мне кажется, что можно, еще раз говорю, можно работать на Rush Today и делать при этом хороший контент. Я же там не занимаюсь тем, что восхваляю лично Путина в программе. Хотя, мне кажется, и такая программа имеет право в основании. Потому что смысл журналистики не в том, чтобы была журналистика только та, с которой мы согласны. А чтобы был весь спектр мнений. И, исходя из этого, человек мог понимать, как устроен мир, какой делать какой-то выбор для себя, понимать больше что-то про себя. Ну, безусловно, должны быть разные мнения. Как вы говорите, с вами тут трудно не согласиться. Все-таки вопрос, наверное, в сбалансированности этих мнений, если говорим мы о редакционной политике Rush Today, скажем. И насколько вы вообще согласны с редакционной политикой канала, на котором работаете? Слушайте, а я, к сожалению, не могу здесь документировать, потому что очень просто. У меня на Rush Today моя программа. Я могу комментировать только ее какую-то политику. А вообще для канала Rush Today у меня ни силенок, ни желания, честно говоря, нет. Но, тем не менее, вы сказали о том, что вас критиковали, когда вы приняли это решение. Я видел ваш пост в Фейсбуке, то первое интервью, которое вы выложили, и те комментарии, которые под ним появились. Вообще, вам звонили, писали в личку как-то. У вас были еще комментарии, помимо того, что появилось в публичном пространстве по отношению к вам? Ну, конечно. Мне довольно много людей звонили и писали. И в основном были слова поддержки. То, что мы видим там все, что заворачиваешься в Фейсбуке, и мы там очень-очень сочувствуем тебе. Мы там спрашивали мое решение, я им объяснял, почему я принял это решение. И люди понимали. Были даже люди, которые мне писали в личку, что типа вот мы на Фейсбуке публично написали одно, а на самом деле-то мы тебя все понимаем, и мы тебе хотим сказать, что не переживай, все будет хорошо. А в чем смысл вот этих вот таких двояких оценок в публичном пространстве и в личном общении? Из-за страха? Не знаю. Может быть, какой-то страх осуждения. Ну, страшно ли всегда идти прочь в полке? Нет, вот это. Алексей Пивоваров, у которого брали интервью, как раз рассказал о том, что одна из ваших любимых книг, насколько я поняла с его слов, это «Компромисс» Довлатова. Так и есть? Нет. Нет. У меня, на самом деле, моя любимая книга – это «Мальчик Саша Пага» и Владислава Тарапинова. «Компромисс» Довлатова я читал, но я не помню, про что он. То есть Алексей, возможно, перепутал, но, по крайней мере, он выложил, и у вас в Фейсбуке также есть фотография его с этой книгой, и он отметил, что вам она очень нравится. Нет, там было не про книгу «Компромисс», он пошутил про книгу «Мудрых мыслей», а это было в контексте вопроса, который я ему задавал, что вот все вопросы, они слизаны из какой-то мифической книги «Мудрых мыслей». Но все-таки, если говорить о «Компромиссах», о «Компромиссах» просто потому, что я ее нашел в сети, и она, чтобы продюсировать интервью. То, что в «Компромиссах» было интервью. Но если говорить о «Компромиссах», приходится ли вам все-таки в вашей журналистской деятельности идти на эти «Компромиссы», но, опять же, работая или на «Раштуды», или в каких-то других, возможно, проектах, взаимодействуя, опять же, как-то с теми, с кем, возможно, вы, кому вы, возможно, не очень симпатизируете? Тут такой, будьте честны, многослойный ответ. Во-первых, насчет симпатии. Мне кажется, очень важная штука в профессии журналиста – это, условно, придумка добропорядочности. Это когда ты идешь на интервью с человеком, который, может, лично дико неприятен, но когда ты приходишь на это интервью, ты должен забыть это, и ты должен задавать вопросы и относиться к нему максимально нейтрально. А еще лучше, если ты придешь к нему, условно говоря, с вопросом, а вот что хорошего хотел делать этот человек, когда, не знаю, заэксплуатировал шахту до метанового взрыва, из-за которого погибли рабочие? Ну, что хорошего хотел ты им сделать? Он чтобы что это сделал? И когда ты начинаешь задавать такие вопросы, когда ты начинаешь слушать собеседников и не подстраивать их ответы под свое точное зрение, у тебя такой третий глаз открывается. Ты понимаешь, что люди, на самом деле, очень сложные и очень такие ребристые, выпуклые. И многие считают, что это компромисс. Многие считают, что если ты пришел на интервью с, скажем, по-детски плохим человеком, то ты обязательно должен спрашивать, что же ты такой плохой, как же ты можешь так быть. Но проблема в том, что когда человек нападает, вне зависимости от того, нападают ли это на него с кулаками или на него нападают неприятные вопросы, но человек докрывается, начинает защищаться. Интервью не получится, и человек ничего не расскажет, если ты на него будешь нападать. Только так. И это первая штука про собеседников. А вторая про компромиссы. Я иду на компромиссы, когда это нужно, чтобы не обидеть каких-то дорогих у меня людей. Как пример я могу привести, когда, не буду говорить, для какого издания, но это было не для Арзии. Я взял одно интервью, и там, его все нормально, его там посмотрели так-то. А потом мне подвоен сказали, слушай, мы его не будем пускать, там очень-очень много политики, и мы никак не будем его выпустить. Вот. И у меня были, скажем так, ходы, чтобы позвонить главные обсуждения, потому что я уверен, что если бы главный редактор посетил бы это интервью, сказал бы, что нормально, можно упускать, не пускать. Но я этого не сделал, потому что если бы я позвонил бы, я поставил бы своего редактора, с которым я поработал, с которым у меня были отношения. И я не стал это делать. И вот так, герою позвонили, мы там говорили, это все. Он поржал, но кто-то прошел бы и там бился бы за материал. А мне в данном случае показалось, что такой риск обидеть человека, как там навредить ему, он не стоит этого материала, тем более, что герой тоже нормальной относится. Но вы не расценили это как акт цензуры на том или ином издании, которое вы сейчас не хотите называть, тем не менее? А мне показалось, что вы так же работаете, получается, на цензуру, если соглашаетесь на то, что это интервью не выходит по каким-то политическим, идеологическим соображениям, я не знаю? Или даже лично? Ну, это тяжелый вопрос, потому что, конечно, в какой-то степени нет акт цензуры. И, конечно, то, что я вот не стал пробивать его, и то, что я не стал заедать за него, это, конечно, вот такой мой прогиб. Но я как-то оправдываю самого себя, то, что это все-таки прогиб. Не потому, что я понимаю, что если на самом деле есть интервью выяснить, не на издании, а у меня там на моем личном сайте, а ничего, то есть, ну там, ничего сразу не произойдет, он ко мне там не будет, не знаю, звоните, просите выяснять, и так далее. Тут проблема в политике издания, скорее, ну, вот такой стороне может вам надо стараться подстраиваться. То есть, считаете, что нужно стараться подстраиваться, или все-таки идти, ну, против течения где-то? Ну, как, вот конкретно в данном случае я решил, что можно построиться, но еще раз, это не просто построиться, это построиться, потому что, ну, за меня помог пострелить на работу человек, который не пустил эту статью. И вот с этим связано. То есть, не то, что я там подумал, блин, выйдет интервью, будут звонить редактору, а он будет звонить мне, и там, не знаю, меня уволят, допустим, из этого издания. Нет, тут вот была история про просто два таких человеческих отношения, которые вступили в конфронтацию с, не знаю, с профессиональными напримерами. Я всегда между какими-то профессиональными стандартами стараюсь все-таки выбирать человеческие отношения. Мне кажется, сначала должен быть, сначала журналист должен быть человеком, а только потом уже журналистом. 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефон напрямого эфира, Иван Сурвилов у нас на прямой связи, звоните, задавайте свои вопросы, пишите в WhatsApp 230-6191. Владимир Познер вам отказал, да, я видел в одном из роликов, вы как раз объясняли, что Владимир Познер, вызвали его на интервью, но он к вам не пришел. До сих пор мне удалось договориться еще об этом? Ну я как-то и не предпринимал попытки, если честно. Кто еще отказывал? Ой, мне довольно мало отказывают, на самом деле. И с тем, просто отказал человек, потому что он очень замкнутый, и он, это было первое интервью, и он, ну, сказал, что он не хочет, что он не хочет просто говорить о публике. Ну а если медийных персон может быть кто-то, кто не соглашался разговаривать с вами, были какие-то может быть причины? Медийных и с тем, и с тех, кто мне, кстати говоря, правда, правда обидно, и с кем я хочу сделать интервью, как там попытаться, а это Покрафт Лампас, я ему писал еще год или полтора назад с противой дать интервью, он сказал, что у него нет времени, что ему не интересны, что-то такое, и потом у меня было несколько таких маневров, чтобы он согласился, но они ничему не привели, от них интересно было беседовать. Вы приняли решение или поняли, почему люди дают интервью в одном из своих интервью как раз? Вы рассказывали о том, что не понимаете, почему люди соглашаются на беседу с журналистами. Нашли ответ на этот вопрос? Да, мне, ну, я не то, что нашел, но мне кажется, что тут есть несколько вещей, так, сочиненная штука, сложно сочиненная. Первая штука это то, что люди на самом деле очень любят разговаривать про себя, про какие-то свои истории, и людям интересны люди. то есть, сейчас я немножко буду в сторону, но вообще, почему люди читают интервью? Может, во многом это может так и подсмотреть в том, что в квартире, как там живут другие люди. Мне кажется, что люди, которые дают интервью, они понимают, и они дают либо потому что им хочется, условно говоря, высказаться, что-то рассказать, или они хотят донести какие-то определенные ценности, не какие-то определенные идеи и мысли до аудитории, и, опять же, будет хус-тором, мне кажется, очень важно давать людям возможность рассказывать свою историю и, в любом случае, не прерывать. Потому что часто бывает, что ты приходишь на интервью, садишься, задаешь первый вопрос, и человек говорит вообще не про то, не про это, а человек говорит что-то про свое совершенно. И мне кажется, очень важно его не прерывать, пускай он выговорится, пускай он все выскорит, а потом тоже спокойно дадаешь свой вопрос. Потому что вдруг в этом его монологии будет что-то, что это там не раскопал, и будет какой-то неожиданный поворот. А зачем с тем еще Люди дают интервью Ну потому что Люди тщеславные Потому что хочется Немножко славы Помелькать И почувствовать себя значимым Это тоже А вы кстати почему соглашаетесь на интервью? Я соглашаюсь Более того я на это интервью Я сам напросился Потому что я смотрел интервью Начал с Карасовским, а потом с Левым На ютуб канале Мне очень понравилось И я просил Потому что Мне не хватает таких умных Что ли разговоров Мне не хватает людей Которые могут залезть А мне в голову И поговорить про то что происходит там Потому что Немножко не то Чем как-то с другим человеком Немножко другие призмы зрения У нас есть звонок Сейчас радиослушатель Что-то хочет у вас спросить Здравствуйте Мы вас слушаем Добрый день Александр Да Александр Скажите пожалуйста Как вы относитесь Вот к такой тенденции Вот обязательно Вот кто берет интервью Там так сказать Надо Что-нибудь плохое сказать Про советское прошлое Приравнять Сталина к Гитлеру Познер недавно отличился Совсем уже Так сказать На старости лет Приравнял Нацистов Так сказать К этим Концентрационные лагеря В Германии К ГУЛАГу Как вы относитесь Вот к такой тенденции Это признак Хорошего тона Если вы вот например Это говорите То вы хороший журналист Тогда Спасибо Спасибо вам Спасибо Мне кажется Что Если это говорит Герой То Журналист Должен Сейчас Немножко Общая отвечу Журналист Мне кажется Он не должен Он максимально Не должен Спорить с героем Если герой Говорит Что Не знаю Там ГУЛАГ Приравнивает Конституционным лагерям Журналист Может своим Не знаю Там Выражением лица Или Понятием бровей Показать Что он с этим Не согласен Но он не должен Начинать Спорить с героем А Он может спросить А почему вы так думаете Чтобы понять Из-за чего Человек так думает Что он верит И мне кажется Что То есть Вот Если журналист Начинать спорить То есть спор Они к чему Не приводят На самом деле Потому что Как правило Стоятся при своем мнении И мне кажется Гораздо интереснее Вот раскопать Почему человек Начинает так думать Из-за чего Ну вот Как так Тенденции Я кстати говоря Не вижу Может я Слежу за чем-то И тем Но тем не менее Есть ведь Вопросы Которые могут Спровоцировать Проблемы Возьмем Недавний случай С Региной Тодоренко Которая В интервью С Агатой Муцинс Спросила Что ты сделал Чтобы он тебя Не побил И соответственно Лишилась Массы контрактов И сейчас Выпустила фильм И так далее И тому подобное То есть В этом вопросе Содержалось Можно сказать Можно усмотреть Что содержалось Оправдание Домашнего насилия В какой-то степени Вот Как быть В таких ситуациях Как вы считаете Не каждый вопрос Безобиден Ну Это правда Что не каждый вопрос Безобиден Но тут Опять же Это же Героин сказал А журналист Просто это Фиксировал И передал Тут не то Что журналист Задал Какой-то вопрос Насколько я помню Ну Честно Мне жалко Регину На самом деле И мне кажется Что Скажем так Если бы она пришла Например Ко мне бы Интервью Я бы ее Послушал бы Мне интересно Понять Сколько она Вот она Выпустила Фрин И она прям Правда Прочувствовала Что она была Не права Или нет Или Это был Какой-то такой Пиар-ход А если я прочувствовала Почему она не права А что ей Вот Что вот это Переломило Вот это Это были контракты И это Сарг потерять деньги Или Она услышала Какую-нибудь Историю О том Там Какой-то Блин Ну правда Но есть же Все-таки еще Хочу продолжить Эту тему Это важно Для интервьюера Как мне кажется Когда мы говорим Вы говорите о том Что нужно Дослушать гостя И не нужно С ним спорить Чтобы он не говорил Но есть тема Когда например Есть люди Которые оправдывают Холокост Они говорят о том Что ну да Время было такое А что было делать И соответственно Вот это все Потому что там Не знаю Можно было Поэтому они так и поступали Вот как быть в такой ситуации Должен ли здесь журналист Уточняющим вопросами Как раз Выводитель Он должен слушать В таком монологе Вот как вы считаете Я понимаю Что я мобилирую На радикальных формах И это не всегда Бывает в жизни Но тем не менее Это то о чем Как мне кажется Следует задумываться Когда ведешь интервью Тоже Я могу сказать Как я бы делал Еще раз подчеркну Мне кажется Что вот это Слово говоря Безразличие Это очень важная Черта журналиста И я бы Спросил бы Ну хорошо А вот вы Оправдываете Холокост А среди Ваших знакомых Или Ваших Не знаю Там Росстан Были кто-то Кто Погиб В то время А как вы Относитесь К этому Или Если Никого Не было Ну Допустим Никого Не было Я знал бы Что человек Раньше Говорил бы Это Я бы Нашел бы Человек У которого Кто-то погиб Во время Холокост И Соединил бы По Прямой Сайд Говорю Вот пожалуйста Дискутируйте Наблюдал За этим Ну вот Звонок От нашего Радиослушателя Мне кажется Он как раз Тема Он говорит О сталинском Времени О сравнении О том Что ГУЛАГ Нельзя сравнивать С контрационными Лагерями Нацистской Германии И Есть масса Людей В России Мы их Встречаем Даже Среди наших Радиослушателей Которые Отрицают Сталинские Репрессии Или пытаются Как раз Снизить Их Агрессивность Так я сформулирую С этими людьми Да Но Мне кажется Вот еще раз Очень важная штука О которой мы говорим Вначале То что В обществе Есть Диапазон Мнений И люди Имеют право Слышать любые Мнения Даже если Они какие-то Радикальные Они не вписывают В общепринятые Нормы И Они Какие-то Ужахные Оправдывают Санитские Репрессии Это Мне кажется Не очень хорошо Но У меня Усмал Удержка Вернее Он В лагере Но Тем не менее Если собеседник На что-то Сделать Я не буду В этом Вызажать Я говорю Ну хорошо А Почему вы так Думаете Нас Ничего Делать Такие выводы А как же Миллион Замученных Погибших А представьте Что Ваш бы Родственник Попал бы В сталинский Лагерь Вы бы ему Что тоже Сказали Что вот Все нормально Но Таким образом Вы все равно С ним Дискутировали Вы бы Контраргументы Приводили Во время Этого Интервью Да Но Это Варно Что это Было бы Не Такой Это Было Не Спор А это Были Такие Очень Аккуратные Раскопки В его Мнении Почему Он Так Думает Что На него Повлияло Это Именно Спор А попытка Понять Почему Человек Так Думает В высшей школе экономики Вы учились Один год Насколько Я знаю И студенты Высшей школы экономики Они как раз довольно Активны политически Вот Как мы это можем видеть По крайней мере Из Латвии Многие из них Являются фигурантами Московского дела В том числе Громкое дело Было Егора Жукова Который сейчас Журналистом Стал на Эхо Москвы На газеты Не можем с ним Договориться Кстати Да Вот очень сложно С ним Очень сложно С ним договориться А он Кстати Называет себя Либертарианцем Как я поняла Из его интервью Да Что касается Вот ваших взглядов Они сформированы В каком-то направлении Определенном Политически Возможно Или Они максимально нейтральны Как вы себя Я не знаю Определяете Условного либерала И консерватора Возьмем Конечно Все это очень Ну условно Еще раз подчеркну Так У меня максимально нейтральные взгляды Ну то есть В том плане Что У меня У меня Некоторые Да Иван Мы вас сейчас Не слышим У меня максимально нейтральные взгляды Да Сейчас слышно Вроде Еще раз У меня Как у журналиста У меня максимально нейтральные взгляды У меня Ну то есть Такое Без Союз Потому что Вот Опять же За счет Соговор Про Безразличие А у меня Как у человека Мне сложно Выделить Потому что Журналист Скоро давно Стал какой-то Очень Большой Часть Моя Поэтому Я думаю Как журналист Который Может Подтеснить Дудя Ну нет Я с ней Не расстреливаю Это Спасибо Большому Редактору Афиши Которые Наградили Меня Столь Высоким Званием Но На самом деле Тут же Все Очень Просто Почему Люди Занимают Ту или иную Позицию Потому что Это Проще Потому что Так проще Жить Если У тебя Есть Некие Сценности То ты Автоматически Надеваешь Некие очки Некие линзы Которые Меняют Взгляд На мир А если В случае С Юра Например Он Там У него есть Некие Сценности И он Исходя Из этого Даже Может Неосознанно Как-то Живет И подстраивает Там Какой-то Контент Под Это А когда Это Очень Легкий Путь Это История Про Почему Люди Верят В Бог А я Про Славные Верующие Могу Сказать Что Религия Это На самом Деле Очень Просто Понять Что Такое Хорошо Что Такое Плохо Здесь Слабы Люди Которые Те Отмечают На этот Вопрос А Когда Ты Начинаешь Воврем Сомневаться Это Сложнее Требует Больших Умственных Усилий Больше Проработки И Больших Ресурсов На все это Чтобы Оправдали Не знаю Убивать Например Всегда плохо А Может Иногда Убить Это Хорошо В каких Случаах Это Хорошо И Это Такое Немножко Не знаю Как ты С фонариком Идешь По туману Ты Светишь Себе Какой-то Какой-то Случай И ты Понимаешь Ага Вот в таком-то Случае Работает Вот так Но Это Не знать Что Через 5 минут Когда придешь Будет какой-то Вый случай Там будет Все То есть Все Все это Такое Колеблющиеся Зыбкое И непонятное Но если Когда колеблюшься Вы действительно С вами Соглашусь Мне сложно Людям Сомневаюсь Легче Тяжелее Добиться Успеха Тяжелее Добиться Просмотров Потому что Опять же Когда Журналист Задает Вопросы Или Приглашает Разных Гостей У него Всегда Появляются Хейтеры Которые Говорят Зачем Вы пригласили Этого Они Пригласили Того Которому Я Привык Вот Этот Выбор Все-таки Успех Или Сомнение Никогда Перед вами Не стоял Что Выбрать Потому что Опять же Если мы Говорим о Дуде И видим Количество Просмотров У него И их Можно Сопоставить С любым Из Журналистов Даже Гораздо Более Талантливых На мой Взгляд Это будут Несопоставимые Цифры Выбора В смысле Успех Или Просмотров Успех Или Сомнение Скажем так Но Если Мы Говорим Про Ну То есть Опять же Это История Про то Что Я понимаю Объективно Что Я Вряд ли Смогу Генерировать Миллион Просмотров Потому Потому Что Я Делаю Контент На Аудиторию И Это Не Миллионы Сотни Тысяч Скорее Но Здесь Будет Хорошо Вот Но Короче Нет Такого Такого Выбора Не было Потому Что Успех Это Мы Говорим Про Автоматическую Радикализацию Увязов А Это Противоречит Всему Какому-то Ну То есть Мне То есть Вот То Как Я Выстраиваю Себя Как Человека Как Журналиста Как Интервьюера Это Вот Вся История Про Сомнения И Про Слушание И Про Попытку Разобраться А Если Мы Говорим Про Одну Сторону То Это Другой Должен Как Это Консервиво Как Сомещаете Себе Религию И Сомнения Спокойно Сомнения Ну То есть У меня Действительно У меня Очень Так Очень Стран Отношения С Буком Но Есть Вера Есть Религия А есть Церковь Это Все Три Разных Вещи И Там У меня Никогда Не было Сомнений Веря У меня Были Сомнения В религии Например И Сомнения В церкви Вот Тут Там Просто К счастью В разные моменты В моей жизни Были Прекрасные Люди Умные Мудрые Которые Разъясняли Какие-то Сомнения Которые Можно было Говорить Образить Вы Вы Делали Интервью С Дмитрием Смирновым Священником Русской Православной Церкви Довольно Таким Эпатажным Он Кстати Был Не раз Тоже Гостем Нашей Программы В том Числе После Его Высказывания Бесплатных Проститутках Которые Он Адресовал Гражданским Женам Были кадры В этом Интервью Где Вы Целуете Руку Дмитрию Смирнову Ну По всей видимости Берете Благословение У него Как я поняла На Постоящее Интервью То есть Религиозные Обряды Вам не чужды И вы Придерживаетесь Их Видите ли вы Ну конечно Я Да Конфликт Какой-то Возможно Ну не знаю Внутренний конфликт У вас возникает Когда у вас Тереми Действия РПЦ Да Простите Вы Говорите Пожалуйста Мы не слышим Вас просто Иногда Да Ну Слушайте Мне тяжело Опять Если мы говорим Про 10 РПЦ Я наверное Предпочитую Не Не оценивайте По крайней мере Публично И прикроешь Тут Цитаты Ну не цитаты Я там Придю Конечно Но смысл такой Тереми Начинаешь Смирновать В церкви Значит Смирновать И я Вот так Набью А что касается Смирнова Там были Катты Потому что Ну то есть Интервью Мы там Говорили Сколько Учет Полтора часа Мы все Полтора часа Просто никто Не посмотрел Но там Поверьте Там ничего Типа Супер Супер Варь Не было Выберно Там все Резал И Все Что Дурно Все Осталось То есть В этом смысле Никаких Противоречий Нет И Если Допустим Священнослужитель Вы готовы Задавать ему В том числе И острые Тяжелые Вопросы Вне Зависимости От того Как Вы Воспринимаете Церковь Религию Православие Ну Я бы С радостью Поговорил бы С священнослужителем Может быть Это надо Не подзапись Чтобы они Ну Чтобы они Отвечали Честно Отвечали Потому Что Там Там Было Несколько Несколько Таких Вопросы Насколько Напомню Но Он Ответь На них А я Не стал Дальше Как-то Потому Что Мне Не супер Интересно Было Что Он Отвечать Примерно Так Вот Мне Кажется Конец Если Говорим Вопросы Сказать Варно Сдавать И Варно И Спрашивать Но Варно Спрашивать Не В контексте Что-то Такой Плохой А почему Ты стал Таким Плохим Про Раскопки Опять же Вы сказали Не под запись То есть Священники На запись Врут Вы сказали Что Откровенный Разговор Возможно Не под запись Священник Да не Господи Ну Не врут Конечно Нет Просто Ну Вот Я даже Сейчас Говорю Я все равно Выбираю Слова Думаю О том Что я говорю Всегда Когда ты Говоришь О запись Ты Немножко О том Как это Будет потом Смотреться О том Кто Это будет Смотреть О том Как это Может Отличность И так Далее И Священники Точно так Вот И Ну Это Опять же Мне кажется Что Если Например Найдет Журналист Который Смор Разговорит Священник Так Чтобы он Говорил Под запись Он Говорил Вен Это Будет Не Супер Супер Родиожный Священник Который Привык Полно Говоря Будет Какой-нибудь Сельский Батюшка Это Будет Прекрасно Но Я Таким Не хочу Быть Потому Что Я знаю Что Есть Священник Например Будет Говорить Мне Знаком Священник Который Например Критикует Решение Патриарха О Заркризии Храмов И я Знаю Если Он Скажет Мне Под запись На следующий день Его уволят То есть Разгалубят Лишь Остан И так Далее И Мы Подращаемся К вопросу О том Что Что Важнее Быть Журналистом И Быть Человек Милосердие И Праведливость Важнее Милосердие Быть Человеком И Ну что ж Спасибо вам Что вы нашли Время И вышли К нам В прямой эфир Программы Абонент Доступен Журналист Иван Сурвила Был гостем Программы Спасибо вам Всего доброго И до свидания Спасибо вам До свидания